Итак, друзья, всем привет! Нахожусь в офисе, хотел записать пояснение к нашим выездным полам по микробетону. Вы задаете вопросы в комментариях, почему нет готового результата. Я вам объясню. Так как готовое покрытие мы покрываем лаком, и оно высыхает примерно через неделю, а мебель заносится месяца через два, и, соответственно, готовый интерьер получается через два-три месяца. И, то есть, если вдруг у нас появляется возможность выехать в командировку в тот же город, то, естественно, мы снимаем готовый результат, но чаще всего мы просим сделать это заказчикам. Они нам высылают качественные фотографии, и мы их вставляем в начале и в конце ролика. Поэтому как-то вот так. Не обессудьте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет! У нас очередной магазин «Левис». Находимся мы в городе Москва по адресу Каширское шоссе. Это Каширская плаза. Метраж у нас 130 квадратных метров. Приехали мы, как всегда, с Витей. Будем делать, в общем, большие трудности у нас вызвала проход на этот объект, так как это еще стройка. Месяца через три, наверное, закончат ее строить. Ну, уже сдадут, в принципе, должны. Поэтому мы вчера к 9 утра приехали сюда, проходили инструктаж в течение часа. Далее в часа 4-5 мы ждали пропусков, пока оформят. Потом уже оформили, мы приехали их забрали, поехали домой. Вечером опять приехали сюда, уже непосредственно на сам объект зашли, ставили сюда материал, оформили накладные и так далее. Вчера мы это все дело загрунтовали. Снять у нас не получилось, так как мы не знали, что надо оформлять накладные, чтобы потом вынести то, что мы вносили. Вот наш микробетон берется на кельму. И вот так вот нагнуло. И вот так вот. И вот так вот. И вот так вот. И вот так вот. Витя взял материал на кельму. И вот так вот. И вот так вот. Вернулись, подполировали и появился сам узорчик. Возвращались и подполировали. Чистим инструмент. Возвращаемся подполировали. Возвращаемся подполировали. Возвращаемся подполировали. Возвращаемся подполировали. Второй слой у нас высох. Сейчас покажу, что получилось. Виктор Владимирович Виктор Владимирович. Кто-нибудь, извиняйтесь у декора, начинает покрывать. Лак у нас. и таким вот образом раскатываем его по поверхности сняли скотч убрали излишки переклеили его выровняли границу соприкосновения с подиумом но не с подиумом а с витриной с витриной нужно с подиумом приступили к нанесению второго лака это кера а сейчас покажем процесс вот здесь у нас камеру поверну уже нанесли камера к сожалению села стояла на зарядке но видно что лак навесен везде равномерно и очень качественно в принципе как и всегда что не удивительно берется валик замазываем все примыкания кисточкой и сразу проходим валик изначально заполняем валиком всю поверхность можно из давления а потом без давления обязательно раскатываем в принципе ничего сложного в этом нету сейчас вот он готовый готовый результат вот так он выглядит лак у нас матовый поэтому в данный момент он глянцевый как мы его только нам внесли а далее уже в начале эксплуатации он у нас становится матовым итак друзья всем привет нахожусь в офисе хотел записать пояснение к нашим выездным полам по микробетону вы задаете вопросы в комментариях почему нет готового результата я вам объясню так как готовое покрытие мы покрываем лаком и оно высыхает примерно через неделю а мебель заносится месяца через два и соответственно готовый интерьер получается через 2-3 месяца и то есть если вдруг у нас появляется возможность выехать в командировку в тот же город то естественно мы снимаем готовый результат но чаще всего мы просим сделать это заказчиков они нам высылают качественные фотографии и мы вставляем в начале и в конце ролика поэтому как то вот так не обессудьте ставьте лайки подписывайтесь на канал всем удачи всем пока 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 пока